Ну, кто из нас не мечтал иметь собаку? Но только не каждая семья может себе это позволить. Но если вы жаждуете тесного общения вот с такими прекрасными собаками, как Хаски, можно прийти в Сокольники и с ними пообщаться. Да, собака. Собака. Да. Пятый раз в столичном парке Сокольники стартовал проект «По пути с Хаски». Это прежде всего реабилитационно-образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Шпаро регулярно собирает ребят в уникальных проектах. Так, например, уже 15 лет в Карелии существует детский лагерь «Большое приключение», который создали профессионалы из лаборатории путешествия. Именно он был взят за основу сегодняшнего старта. Как в эту реабилитационную программу вписать собак Хаски, мы для себя решили очень давно. И решив это, и предложили привезти Хаски в Москве для того, чтобы эту программу расширить, приблизить к детям. Не надо ехать в Карелию, а наоборот, надо только дойти до Сокольникова. Почти 500 мальчишек и девчонок за 10 дней стали героями зимней сказки. Можно было не только, сидя в нартах, прокатиться на собачьей скорости по зимней тропинке, но и самостоятельно снарядить собаку для упряжки. А главное – получить неизмеримое удовольствие от общения с мохнатым и улыбчивым существом. Александр Беляев 30 лет назад был в составе легендарной экспедиции к Северному полюсу, возглавляемой Дмитрием Шпаром. Он хорошо знает, какие эмоции испытывает человек, погружаясь в экстремальную реальность. Для такого города, как Москва, это вообще феноменально. Потому что, опять же, много детей. И парк большой, и все здесь можно сделать. Здесь, на самом деле, это хороший день. В день съемки этого сюжета главными гостями проекта были ребята с нарушением слуха и речи. Что ничуть не мешало их общению с удивительными собаками и получению новых эмоций от прохождения зимнего лесного маршрута. У ребят впечатление очень приятное и очень хорошее. Они снова рады видеть этих своих собак, которые они уже были в Карелии. И они снова были рады провести с ними время, пообниматься, пофотографироваться и оставить хорошее воспоминание. Проект завоевал популярность. Площадка в лесу, где живут собаки, в зимнее время года никогда не бывает пустой. Особенно и дети имеют возможность посещать эту площадку бесплатно. Эти мероприятия нужны, и в них пользуются, и они пользуются спросом. И все, что мы делаем город для инвалидов, то мы делаем с учетом мнений инвалидов. И если есть запрос от общества, запрос от родителей детей инвалидов, то мы непосредственно стараемся всегда сотрудничать, поддерживать. Тем более проект действительно уникальный, социальный и максимально полезный для города, для детей. Поэтому мы стараемся его поддерживать. Я думаю, и будем впредь это делать. Все хаски словно на подбор. Хоть сейчас посылай на выставку за призовыми местами. Прежде чем допустить собак к общению с детьми, их не раз проверил строгий ветеринарный контроль. Здоровье и психическое состояние питомцев отвечают всем стандартам. Проект «По пути сказки» будет работать, пока на лесных тропинках в парке Сокольники не сойдет снег. Так что не ждите теплых деньков. Одевайтесь потеплее и вперед, навстречу приключениям.